дорогие наши подписчики канала и большие любители чая в данном видео я совершил маленькую оговорку провинцию гуанси где делаются эти чудесные чайники я случайно назвал провинцией гуандун это неверно данное видео мы снимали рано утром в понедельник поэтому я допустил маленькую оговорку не сыпьте мне за это сахар перезаваренный шум а я желаю приятного просмотра и хорошего дня мы осознанно не стали переснимать это видео надеемся на ваше понимание всем привет дорогие друзья чайной клуба мучай на арбате меня все так же зовут станислав и сегодня мы с вами поговорим про глиняные чайники совсем недавно буквально в прошлом видео мы с вами поговорили и рассмотрели глиняные чайники из эссина с нашей новой поставки а сегодня поговорим и рассмотрим новые глиняные чайники с новой поставки из провинции гуандун в провинции гуандун в местности цинчжоу в городе несин делают замечательную керамику в том числе керамику чайную эта керамика известна со времен династии тан и примерно с данной эпохи находят старые дровяные печи на которых обжигались различные горшки вазы и предметы быта большую популярность несинская керамика из провинции гуандун получила во времена династии цин и с данного периода становится очень популярна чайная керамика в том числе глиняные чайники чашки гайване и разные чайные доски сегодня у нас есть восемь прекрасных блестящих красавцев которые рождены для того чтобы заваривать самый лучший чай давайте рассмотрим эти чайники поговорим про глину про формы про узоры на данных изделиях и конечно же прольем их чтобы посмотреть как они сливают и какие у них утилитарные данные главная особенность несинской керамики из провинции гуандун в том что в самой глине содержится большое содержание оксидов железа вследствие чего глина получается звонкой плотной блестящий и очень вкусно заваривающий чай есть такое мнение что несинская керамика ни в чем не уступает и синской глины кроме того что в ней большое содержание железа что конечно будет как-то сказываться на вкус и аромат готового чая также главной особенностью чайников из несинтао из несинской глины является то что после формовки производства обжига данных изделий чаще всего они полируются до такого красивого блестящего блеска который в китае очень часто называют джунь и сильно любят прежде всего из-за того что таким же качеством обладает самый популярный и любимый в китае камень нефрит что же давайте посмотрим что у нас тут представлено и поговорим про каждый из чайников в самом центре посередине мы видим два чайника из немножечко разных по оттенку глин но одной формы такая форма называется яйцо дракона лун дан или лун дан ху чайник яйца дракона и это классическая такая ортодоксальная и удобная глина она имеет округлую форму тулово купола видную форму крышечки и удобную ручку в таких чайниках температура воды распространяется достаточно равномерно вследствие чего мы в такой форме чайника можем заваривать даже светлые чаи такие как у луны или шанпуэра на каждом из этих чайников мы видим красивую каллиграфию на более темном чайнике видим узор бамбука на более светлым видим ветку бамбука по бокам от чайника в форме яйца дракона мы видим чайники тоже одинаковой формы и тоже из немножечко разных глин одна глина более красноватая другая в сторону коричневого цвета дзыни форма данных чайников называется шипяо каменный ковш это тоже традиционная ортодоксальная старая форма но в данном случае она авторская с небольшими доработками тут мы не видим трех ножек тут мы видим не приплюснутую а более вытянутую форму в таких чайниках температура тоже будет равномерно распространяться внутри но за счет быстрого слива и более плоской формы в таких чайниках особенно хорошо будут получаться те чаи которые лучше всего себя показывают в более крепком настое шу-пуэры выдержанные шэн-пуэры и листовые красные чаи хотя я знаю что в таких чайниках из такой глины из такой формы есть любители заваривать уйшанские улуны сильного огня они завариваются крепко насыщенно очень густо на данных чайниках мы тоже видим резьбу по мотивам шаньшуй горы и воды традиционные китайские узоры дальше мы видим такие красивые симпатичные практически конфетки чайники сделаны тоже из цинжовской глины максимально классические максимально простые в работе и в производстве чайники формы си-ши названы по имени одной китайской красавицы которую так и звали си-ши она была полнощёкая она была достаточно крупная кругленькая и поэтому данные чайники тоже круглые такие же симпатичные как красавицы си-ши у меня в правой руке чайничек небольшого объема около 90-100 миллилитров а в левой руке чайничек побольше на 120-130 миллилитров правый чайничек можно назвать эгоист и соответственно этот маленький чайничек станет хорошим верным другом в индивидуальных эгоистичных чаепитиях на одного максимум на двух человек а в данном чайнике можно заварить чаю побольше покрепче и разлить его также на 3-4 участников чаепития чайник какого объема вам выбрать решайте только вы сами в центре у нас представлены два чайника разных форм и из разных глин тут мы видим чайник который имеет название формы фангу или фангу-ху что можно перевести как подражание древности один из моих любимых чайников и моих любимых форм она универсальная подходит под улуны под пуэры под красные чаи обладает хорошим сливом приятной натяжкой воды что очень хорошо влияет на завариваемый чай тут мы видим узоры по мотивам сосны и лодочки чайник плотный красивый звонкий и небольшого объема примерно 120-130 миллилитров кстати оптимальный объем на одного-двух человек на мой взгляд и наш завершающий чайник в данном видео это чайник такой бачковидной формы кто-то его называет бочонок есть любители называть чайники такой формы архат потому что если смотреть на него сбоку можно представить что это ракурс человека сбоку который сожил руки в молитве но насколько я помню такие чайники называются пань-ху или баклажанчик действительно с него посмотреть можно представить что и такой маленький пузатенький толстенький баклажанчик чайник среднего объема около 130-140 миллилитров воды в него вмещается глина звонкая плотная слив данного чайника будет ровный ламинарный красивый и достаточно быстрый тут мы тоже видим роспись по мотивам шаньшуй горы и воды у нас есть горы цветы и домик деревенский уютный и отдаленный теперь давайте прольем каждый из этих чайников посмотрим на их утилитарные данные и и и и и Продолжение следует... На этом сегодня у меня все. Сегодня мы с вами рассмотрели прекрасные чайники из провинции Гуандун, местности Цинчжоу, города Нисин. Пролили и посмотрели, как каждый из этих чайников сливает. Расскажите, какие из данных форм вам понравились больше? А еще мне было бы интересно прочитать в комментариях ваше мнение. Какой керамический центр вас привлекает больше, Исин или Цинчжоу? Какие чайники вы имеете дома? Исинские, Цинчжоуские, может быть, Дзяньшуйские или Дзиньдэджэньские? И было бы еще интересно услышать от вас, в каких чайниках из какого керамического центра вы предпочитаете заваривать чай. Давайте общаться, делиться мнением и заваривать хороший чай. Всем хорошего времени суток! Будьте здоровы и самого лучшего чая в вашу чашку! Продолжение следует...